Подставка, бэкхенд, блокирующие удары и проще малопонятные обывателю термины для этих людей – обязательный фундамент знаний. Они – участники личного чемпионата Смоленской области, который прошел с 29 февраля по 1 марта в Десногорске. Мероприятие традиционно привлекает преданных фанатов этого вида спорта со всей Смоленщины. В этих соревнованиях как и взрослые участвуют, как и младшая категория, поэтому я решила тоже показать свои силы. Егор Кудрин – один из участников турнира из Десногорска. Когда-то случайно увлекшись бадминтоном, сегодня, спустя 6 лет, он не готов применять его ни на какой другой вид спорта. Хочу продолжить заниматься и начать занимать еще первые места. Бадминтон входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта. При этом, несмотря на кажущееся сходство с большим теннисом, имеет ряд характерных отличий. Теннисная ракетка от бадминтона отличается, во-первых, формой, весом ракетки и, естественно, размерами. Она и легче, и поудобнее, не такая тяжелая, играть ей гораздо проще. Это ежегодное мероприятие закрытое, то есть участвуют только бадминтонисты из области, представители пяти районов, всего около 40 человек. Но такой формат скоро останется в прошлом. Совместные игры с представителями других областей повышают как интерес, так и уровень игры в целом. Мы решим этот вопрос и в дальнейшем будем приглашать спортсменов из дружеской Белоруссии в том числе. И это будет способствовать развитию и дружеских связей, и росту нашего мастерства. Тем не менее, этот чемпионат запомнится участникам напряженной борьбой и нешуточными нагрузками. Более 20 человек заняли призовые места, за что были награждены медалями и грамотами. Следующие игры по бадминтону в Десногорске состоятся в августе. Это будет Всероссийский чемпионат Атомный Волан.